еще кого-то в эфир берем так подключается у нас какая-то дружка привет добрый вечер да мы на ты как богу друг дружке да значит у меня какой вопрос к себе как бы я попала в слепую зону получается да я сбила на пешеходном переходе и не могу подожди секундочку у меня отключился телефон насчет зарядку подключу к телефону пришел так я тут у меня вот какая-то вот слепая зона меня зовут наталья отлично я сбила человека на пешеходном переходе ну он жив тяжелое состояние я не могу понять для чего я этого хотела как бы как таковой чувство вины я не 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 чувствую не ощущаю ну то есть это маус пришел к тебе подыграть ну понятно в зеркале тебе что-то показать то есть он свой жизненный путь проходил и по своим желаниям он попал под твою машину то есть с ним все хорошо даже если бы он умер это его желание было вопрос давай посмотрим что зеркалит тебе мужчина это женщина 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 желание и принятия машина для тебя ассоциации накидывай машина там мобильность мобильности свободы передвижения скорость нет как бы скорость для меня это ну я ехала 50 километров в час то есть как бы я не ехала не на скорости единственное что в этот момент когда я наехала на женщину я смотрю отвлеклась на телефон но если ты пешком одна скорость это все равно другая скорость все равно машина это скорость машина проекция то есть средство ускоритель твоей скорости то есть какой-то внешний ускорить твоей жизни она мне да она мне помогает да как-то более мобильно передвигаться больше дел сделать допустим там каких-то посетите больше там каких-то ну мест мероприятий еще что-то в этом роде да если допустим пешком бы допустим до того района не дошла то я доехал доехал бы свободно на машине в этом плане вот когда ты искусственно ускоряешь события какие-то которые должны идти своим чередом и отвлекаешься при этом на что-то другое не фокусе внимания ты убиваешь свои желания запиши искусственно ускоряюсь фокус внимания не на себя не на себя ну то есть отвлекаюсь отвлекаюсь я отвлеклась от дороги получается ты убиваешь свои желания когда искусственно пытаешься ну какие-то моменты вот допустим у меня там я за когда ты пытаешься опередить опередить события ну то есть не принимаешь их черед как они должны идти до пытаешься их ускорить женщина это же и принятие и желание то есть ты не принимаешь события которые идут чередом пытаешься их ускорить а твое желание ну желание твоей души должно идти вот своим чередом как они идут но ты пытаешься ускорить свои события то есть ты не принимаешь так как они у тебя складываются ну и при этом отвлекаешься от себя то есть не видишь свои желания то есть пытаешься их ускорить не принимая их как они должны идти посмотреть это в жизни так делаешь где ты не принимаешь свои желания которые идут своим чередом ты хочешь искусственно ускорить тем самым от себя отвлекая получается ну то есть вот так я сейчас когда отследила что вот допустим я там задумала какой-то ну проект да но я не жду его своим чередом один уже сейчас делаю какие-то действия для этого проекта который ну по идее он там ну своим чередом я к этому логически как-то приду а начинаю делать действия которые сейчас принципе они нужны но я их делаю для этого проекта так получается получается так если мы занимаемся каким-то проектом мы должны заниматься по импульсу ну вот то что хочется сделать то мы и делаем то есть у меня появились больше больше процент надо допустим если допустим раньше было допустим 80 на 20 допустим надо 20 80 хочу а когда я начала задумываться о проекте который у меня будет но и начала делать больше процентов надо чем хочу так получается да получается так я хотел сформулировать ну ты же блин все прекрасно сама понимаешь нету нет это вот это спасибо тебе на или это я вот немного в другом каком-то русле копала у меня вот про ускорение событий но как-то не до не доходило это вот ты мне сейчас как-то это направила видите да вот идет каким-то чередом у нас есть куча импульсов желаний которые мы хотим делать но мы все выкинули и пытаемся притянуть за уши то что нам не нужно да 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 я поняла то к чему душа не лежит мы все равно продолжаем делать а в этом но она вроде уходит то она вроде как бы лежит она как бы лежит но оно оно бы допустим если бы я делала чуть позже которое когда если бы шло оно было легко ложилось а а так я хоть и лежит но я все равно слегка идет напряг какой-то напрягаюсь а значит перечень проекты любые проекты для чего мы делаем какие-то задачи для чего мы ставим цели для чего мы делаем работу бизнес для того чтобы чего-то добиться и быть счастливым правильно ну зачем это счастье когда вот сейчас надо наслаждаться этим процессом мы взяли подменили все непонятно на что то есть в данный момент наш бизнес который мы хотим развивать мы хотим его развить чтобы вырастить какую-то себя там личность что-то кому-то доказать заработать денег чтобы на эти деньги пойти потратить там ресторане на путешествие на шмотки на еду на квартиру там на дом на машину и тогда я счастлив мы так думаем ну почему я не могу быть счастливым и сейчас наслаждаясь и делая то что я сейчас хочу я сейчас хочу быть счастлив потому что жизнь сейчас пока я молодой могу двигаться надо вот сейчас жить они потом есть так ну да да скажу вот я скажу притчу сидит мужик под пальмой и кайфует к нему бизнесмен подсаживается ну там бомж и говорит слушай а чё ты тут сидишь типа да я отдыхаю я утром наловил рыбы там за час принес семье они еды там сготовили мы поели все и потом целый день отдыхаю а ему этот бизнесмен начинает говорить слушай но ты же можешь поработать не вот один час а потом отдыхать ты можешь поработать 4 часа наловить больше рыбы одну часть жене три части продать ты так поработаешь там месяц заработаешь себе на лодку большую наймешь людей вы будете ловить уже в 10 раз больше потом в 20 потом завод свой откроешь потом-то потом-то а его вот этот мужик спрашивает под пальмой а чё дальше ну как это ты потом переедешь другой город там у тебя заводы пароходы там все короче там организуешь будет куча денег а что мне с ними потом делать а потом ты можешь как я на эти деньги ездить в отпуск лежать под пальмой ничего не делать и говорит ты чё дурак и час это делает ну типа зачем вот это вот мышиная возня для того чтобы опять вернуться к тому же тебе надо научиться жить и наслаждаться процессом не для чего а просто потому что в данный момент мне классно я хочу делать вот эти действия например я пишу книгу не потому что я хочу ее издать чтобы вы прочитали вообще плевать я ее пишу и наслаждаюсь по строчке в день потому что это мое творчество собственно для меня меня это наполняет я кайфу это жизнь моя и все а выйти все проекты хотите ради чего сделать чтобы чего-то там добиться и потом типа я буду счастлив я добился у меня будут деньги там на это нет смотри на этом у меня проект направлен на проявление то есть тоже живут как бы есть такая вот фишка там повернулась голове да что как бы ну проявление как-то в мир в мире себя там свои какие-то эти развивать способности общения в этом плане этот проект на проявление ты себя слышишь но делаю я потому что надо не потому что хочу но ты будешь проявляться в момент только когда ты будешь делать похочу сейчас кофиг какие-то действия делаешь и какие там результаты они будут сделается этот проект не сделать и должно быть плевать ты должна вот сейчас наслаждаться и этим самым ты себя проявляешь данный момент когда ты делаешь именно похочу вот я сейчас проявляюсь наслаждаюсь творчеством ты делаешь проект на проявление потом а сейчас что не надо проявляться но сейчас как бы идет вот наработка качества взаимодействие с людьми там общение как вот у меня есть и какое-то в себе это препятствие с комплексы какие-то либо ну в этом плане вот прощупываю как бы вот этот момент да вот стыд и проявление там ну вот этих всех моментов чтобы понять для себя в этом стоит мне туда идти не стоит мне туда как вот у меня взаимодействие с людьми до происходит есть у них какой-то могу потому что ты меня не слышишь вообще не слышишь ты меня и ты меня не услышала я не смогу тебе помочь ну в общем смысл в том что мы делаем а сейчас а то что у нас наполняет то есть что вот не то что надо то что хочу вот и все твоя жизнь не должна быть наполнена смыслом смысл бессмысленности существования наслаждения в сейчас они ради каких-то целей потом все настолько просто но вы все замудрили ну да есть такой момент кружев 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 себе наплели там какие-то для проявления и запутались согласна ну я благодарна тебе на лес ты мне дала все-таки направление если ты меня услышала это хорошо да я услышала я благодарю тебе все так отключаю у меня почему-то нету крестика разница ловить рыбу в речке деревне или на бале океане я кстати уехала в свой дом но я снизилась на уровень ниже да конечно нет разницы в том-то и дело то что чувак наловил рыбу поел и он счастлив наслаждаясь под пальмой а другой делает там миллионы дел ради того чтобы сделать то же самое что делает этот мужик чтобы отдыхать и ничего не делать под пальмой он столько много работает чтобы этого когда-нибудь достигнуть а тут просто наслаждается жизнью ничего для этого не делая мы слишком много для себя возни вот этой вот машины придумываем я не говорю о том что нужно теперь ножки свесить ручки свесить лежать на диване ничего не делать абсолютно нет мы не сможем лежать на диване и ничего не делать нам постоянно нужно идти и творить и постоянно что-то делать мы не можем ничего не делать я не призываю вас вообще отдыхать я призываю вас батрачить и работать и я очень много работаю и батрачу. Но я получаю от этого удовольствие и кайф. И делаю только то, что я хочу, потому что это классно, меня вдохновляет. Я люблю работать, я ненавижу не работать. Я вообще не люблю просто лежать. Мне нужно везде, как электроведник. Я приезжаю в лес, беру кучу мешков с мусором, и пока все там готовят шашлыки, друзья, я убираю лес, собираю кучу мешков мусора. Не потому что, блин, я хочу очистить зону, и чтобы лес был чистый. Вообще плевать. Мне просто кайф собирать мусор. Ни почему. Я люблю собирать мусор. Мне просто нравится собирать грибы, ягоды, мусор. Пофиг что. Буду я эти грибы есть, либо сжигать мусор. Неважно. Я люблю просто собирать. Мне нравится находить между травой какие-то бутылки. Какой-то мусор. Просто люблю искать. Это то же самое, как в компьютерных играх, ты ходишь по лабиринтам и что-то ищешь. Вот я в жизни так же люблю искать. Это просто вот интересный процесс. Лежать, лапки там вот так вот сложить. Это не про меня, и я вас не призываю ничего не делать. Мне как-то тут в эфире сказали, потом на YouTube написали, вы. Секта бездельников. Ты учишь людей ничего не делать. Да я наоборот. За то, что лежать дома, это самое гиблое дело. Вот этот комфорт ваш под солнцем на пляже долго не пролежим. Ну, депрессия будет. Надо всегда что-то делать. Просто делать это нужно не похочу, не понадоб, а похочу. То, что нас наполняет. А наполняет нас всё время новое, то, что мы не знаем, то, что нам непонятно, то, что мы ещё не делали. Вот именно это нас наполняет. Мы не можем, любя там крабу, есть одни крабы. Мы потом после там третьего ведра будем от них обливать просто. Но если мы это будем делать с переменами, да, перемены, жизнь — это перемен. Если мы будем всё время менять что-то, мы от крабов не устанем. И мы от этой жизни никогда не устанем, если мы будем постоянно идти в перемены. Но люди устали от этой жизни, потому что они делают одни и те же действия какие-то. Так, посмотрела по рекомендации Нелли фильм «Мирный войн». Главное не цель, главное путь. Да. Кто больше работает, тот больше благ имеет. есть вкусно, есть красивые посуды в разных странах. Согласна. Но у каждого свои блага, свои потребности. Конечно же. Но вы просто должны понимать разницу между творчеством, которое приносит энергии, деньги и блага, и работой. Азартный тип бумажку. Да, кстати, это азартный, искать мусор, потом посчитать, как много я нашла. Да, кстати, у меня азарт. Чем больше мешков я наполню с мусором, тем круче. Я так жуков любила, колорадских собирать. Это так по-женски, уборка, собирательство в лесу. Супер, я тоже люблю. Я нифига не делаю, потому что ты меня этому учишь. Слушайте, ребят, я не учу вас ничего не делать. Ну прекратите вы уже это говорить. Я наоборот говорю за то, что нужно всё время идти в перемены и что-то делать. Вы не можете не делать. Это ваша мужская, творческая энергия. Мужчина внутренний, ваш творец. Он не может не делать. Нам всегда что-то нужно делать. Ну, мы просто умрём. Ничего не делаем. Наш организм работает за миллионы людей одновременно. Знаете, как он батрачит? Он же не ноет о том, что он там бедненький работает. Но он делает свои функции, а не которые нужно, кто-то ему там сказал. Так, давайте... Тут это... Люди собирались. Ещё кто-то будет на разбор? Давайте... Что-то я пропустила все разборы. Ещё раз пришлите мне. Я не понимаю, как увидеть здесь подписку на эфир. Но только тот, кто не был. Катя, ты хочешь? Катя, мы с тобой отдельно разберём в личке. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут... Асем зовут? Отлично. Давай разберём тебя. Я из Казахстана, город Нур-Султан. Вот. У меня такой запрос, то, что я хочу зарабатывать больше. На данный момент меня не устраивает то, сколько я зарабатываю. И хотелось бы мне вот в тенге, если брать, то 500 тысяч в месяц. На данный момент меньше. А в рублях это сколько? 500 тысяч? Это, получается, 100 тысяч рублей. Давай брать больше. Чего так мало? Ну, я думала, для начала начать с 500 тысяч в тенге, чтобы для моего подсознания было комфортно. Хорошо. Что такое деньги? Ну, для меня это что... Ну, средство, наверное. Средство для достижения цели. Каких? Ну, исполнение моих желаний материальных. Каких? Например, там, хочется мне купить одежду, там, сходить в кафе. Для чего тебе кафе и одежда? Чтобы получить радость. Хорошо. Ещё для чего? Ну, чтобы... Для чего? Ну, я всё делаю для того, чтобы получать какую-то радость, то есть эмоции радостные. Получать эмоции сейчас и радость вот прям вот сегодня. Почему ты связала радость и эмоции с деньгами? Скажите мне, пожалуйста. Это вообще не связанные вещи друг с дружкой? Ну, потому что как бы, чтобы сходить в кафе и получить вот эти вот эмоции радости, мне для этого нужно сходить туда, купить что-то, ну, да и заплатить деньги, и то есть всё это взаимосвязано. Что такое радость? Эмоции, которые меня вдохновляют на жизнь. Хорошо. Я тебе пришлю... Сколько нужно на кафе денег? Ну, если брать в тенге за один визит, ну, как минимум, наверное, ну, чтобы нормально поесть, пять тысяч в тенге, это получается в рублях где-то тысячу рублей. Хорошо. Я тебе пришлю сегодня тысячу рублей. Отправишь карту? А, хорошо. Вот. Дальше. Я тебе на два раза. Как часто ты будешь ходить в кафе, чтобы испытывать радость? Ну, вот, если у тебя будет там очень много денег. Тогда, наверное, каждый день ходила бы. То есть радость можно только в кафе получать, больше нигде? нет, почему, ну, много очень способов. Давай, рассказывай, какие еще способы? Ну, еще мне радость доставляет покупать себе какую-то одежду, косметику, что-то такое. вот. Ну, у меня все почему-то сложно с материальным. Сколько у тебя одежды сейчас в шкафу? Я даже не считала, но некоторые... пять платьев будет? Да, больше даже. Юбки есть? Да, есть. Кофты есть? Есть. Ну, шкаф большой? Да, 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 большой. И почему не радуешься? Ну, потому что постоянно хочется новизны, что-то новенького, поэтому, да, постоянно носить одно и то же тоже не хочется. Хорошо, а чего еще радость? Ну, радость, так, если не считать материальное, то тогда меня радует, когда я вот делаю свою работу, это меня радует. А какую работу ты делаешь? Ну, на данный момент я работаю как СММ-специалист, ну, на себя, до этого в компании работала, сейчас на себя. Работаю. И что, какие выполняешь штуки? Ну, то есть, веду Инстаграм своих клиентов, и когда я вот выполняю все поставленные задачи, это меня радует, а если я, ну, там, заболею, что не так идет, и я не могу выполнить свою работу, потом у меня начинаются угрызения совести, и меня ничего не радует. Хорошо, отлично, то есть, это точно, да, тебя работа прям радует, когда ты выполняешь определенные функции? Да, да, это странно, но да. Это не странно, это нормально, это должно быть. У тебя отдыхаю. Сегодня сколько часов ты работала? Сегодня у меня выходной был. То есть, ты сегодня, получается, осталась без радости? Нет, но я сегодня сходила в ресторан, поэтому радость была. А вчера ты сколько работала по времени? Вчера у меня тоже был выходной. А позавчера сколько ты по времени работала? позавчера я работала по времени так, где-то, наверное, три часа, четыре часа, вот так вот. То есть, ты три часа радовалась вот прям? Ну, не прям, нет, я вот радуюсь именно после того, как сделаю работу. Для меня это как бы, не знаю, наступает куда облегчение, и я думаю, о, я все сделала, я молодец. Радость. А уже, когда ты ее закончила, да? Да, уже, да, снялась. Да, да, да. То есть, радует не сама работа, а то, что ее уже нет? Ну, да, то, что я сделала уже, выполнила. Хорошо. Что еще радует? Ну, еще что меня может радовать? ну, если я высыпаюсь, если я высыпаюсь, то тогда потом у меня хорошее настроение. Что тебе мешает высыпаться? Не знаю, много я, я, наверное, много думаю, из-за этого не могу уснуть иногда. что еще радует? Что еще радует? Что еще меня может радовать? Если не материально, то тогда, наверное, мне нравится танцевать, и вот, когда я танцую, то радуюсь тоже. А когда ты покупаешь себе одежду, ну, вот у тебя полный шкаф вещей, он тебе ни хрена не радует. Сколько минут счастья ты от покупки получаешь радости? Так, не знаю, но если мне одежда нравится, я ее ношу долгое время, эту одежду. То есть, одежда не нравится, да? Ну, как бы мне, если честно, быстро натоедает одно и то же. Поэтому, поэтому редко, когда я могу одежду носить долгое время, ну, одну одежду имею. То есть радость можно купить? Ну, получается так, да. У меня такое, наверное, подсознание, такая установка какая-то сидит. А сейчас ты радуешься? Да, я радуюсь, что вышла в прямой эфир с вами, и у меня прям аж эмоции так зашкаливают, я немножко волнуюсь. Ну, ты же сейчас не купила ни меня, ни эфир, и получила. Нет, не покупала. Но я вот по вашей, вот, по вашей схеме, да, ну, вот как вы объясняли, то, что, чтобы получить желаемое, нужно это прочувствовать, да, ну, то есть понять, какие это чувства дают. Я вот перед тем, как вы меня выбрали, да, чтобы я вышла в эфир. Я так подумала, так, а что я получу, да, если вот выйду с вами в эфир. У меня сразу такой ответ был, то, что радость. И я просто вот как-то почувствовала то, что вы меня выберете. И это действительно, как сработает. То есть каждый раз я задавала тебе вопросы, ты отвечала мне, и мы выходили к одному и тому же выводу, что радость, вот ты говоришь, я радость могу купить, я купила шмотку, я радуюсь, да, но у меня ее полно, но я не радуюсь. И каждый раз мне нужна она новая. Я получила от работы, потом мы переобулись, и казалось, что мы не от работы, а до ее завершения получаем. То есть в итоге мы всегда стремимся получить эту радость, получаем ее на три секунды, а потом это не радует. Вывод какой? Когда мы получаем радость? Не знаю, я сейчас не поняла вас. Мы получаем радость, когда что-то получаем новое. А, то есть от новизны, да, получается? От перемен. Ну ты раз смотрела. В процессе перемены ты получаешь радость, но когда эта перемена затянулась, она уже не радует. То есть начала работу и закончила. И вот между началом и концом, ну вот эта перемена, да, вот начала одно состояние, закончила другое. Радость. Старая не радует, купила новую, пока ее купила перемена, порадовала, дальше она лежит, уже не радует. То есть каждый раз, когда ты идешь в перемены, тебя радует. То есть нас всегда радует что-то новое. Радость приходит от перемен. Так, ты что-то зависла. Зависла. Ладно, отключись, пожалуйста, я сейчас договорю, потому что, ну, мы тебя разобрали, я просто подытожив итог. Шок. Так. Вывод, самое главное, внутреннее удовлетворение жизни, конечно. Я тоже в шоке, что попала в эффект такого мощного сердцебиения и классное ощущение. Так. Радость мы можем получить только от перемены. Это действительно так. Я до этого как раз говорила про крабов. Если мы будем есть долго этих крабов, они нас, ну, перестанут радовать. Пока их нет, мы не радуемся. Когда они есть, мы тоже не радуемся. Но когда их не было, они у нас появились, мы в эту секунду порадовались, а потом уже есть крабы, ну, уже неинтересно. Когда их не было, мы не радуемся. Еще раз задумайтесь. Получаем во время получения, мы радуемся, но когда это у нас уже есть, это не радует. Мы не имеем квартиру, грустим, 10 лет грустим, один день радуемся, в день покупки, ну, или там неделю, месяц, по сравнению с этими десятилетиями зарабатывания на квартиру. Потом у нас есть эта квартира, но что-то оргазма мы каждый день не испытываем, в кайфе мы там не находимся. Радость мы получаем от перемен. Человек хочет деньги, чтобы получать радость. Но если она найдет миллиарды способов, как жить в переменах, она будет постоянно радоваться, тогда ей уже деньги, получается, не нужны будут. Вот здесь я считаю, что менять радость на деньги, жизнь на деньги, себя подменять на деньги, это, ну, такое самоубийство, просто очень жесткое. То есть фокус внимания должен быть на переменах, да, вот если фокус внимания на этих переменах. Хорошо Юля-то написала. Здесь девушка, которая выходила, тебе нужно осознать, что, блин, я Ассель, имя забыла, Ассель, да, по-моему. Тебе не деньги нужны как средство достижения радости, а перемена. А перемены ты можешь каждую секунду, если у тебя внимание, фокус внимания на переменах будет, наблюдать во всем. Ты же можешь радоваться от того, что чистишь руки, ой, чистишь руки уже говорю, чистишь зубы левой рукой, а не правой. Идешь на завтрак не в халате, а голой. Смотришь не любимые комедии, а ужасы. Там, каждый раз что-то новое делать. А деньги приходят на перемену как следствие. Наш внешний мир это уплотненная форма наших чувств. Сначала мы чувствуем это состояние, а потом это появляется вовне. у меня есть книга, называется «Деньги». Стоит 500 рублей. Я рекомендую настоятельно всем ее почитать, кто не читал, потому что там я пишу, почему деньги — это перемены. Если у вас есть в жизни перемены и ваше внимание на переменах, вы в этих переменах живете и наблюдаете эти перемены, и постоянно радуетесь этим переменам, и делаете что-то для этих перемен, у вас всегда есть деньги. Внешний мир — вот это вот иллюзия наша, голограмма вокруг. Это киношка с нашей головы. И я там обосновала, почему деньги есть, если у вас есть перемены. Она хочет купить за деньги перемены, пытаясь следствием повлиять на первопричину. А здесь наоборот, понимаете, мир так не работает. Мы не можем следствием поменять первопричину. Надо сначала с первопричиной в голове разобраться, а потом уже наблюдать это следствие. Наш мир внешний, то, что мы наблюдаем, нашу киношку, это следствие. Сначала здесь чувства, а потом они в плотной материи проявляют нам вот эту вот внешнюю киношку мира. Купить внутреннее состояние за деньги у вас не получится. Сначала вы должны эти внутренние состояния внутри испытывать и понимать, что вы чувствуете и что хотите чувствовать. А только потом это вовне проявляется. Купить за деньги ваша радость это путь в никуда. Это постоянная гонка, вот причем предыдущая у нас девушка выходила, предпредыдущая выходила. Все об одном и том же, что мы пытаемся достичь конечной цели, не наслаждаясь вот этим процессом. Блин, конечная цель жизни это смерть. То есть если переложить нашу жизнь на любые наши цели, за чем мы гонимся, вы везде во всех своих творческих делах ожидаете смерть. Вы хотите, чтобы ваше творчество сдохло как можно быстрее. Все, что вы творите в этой жизни работу, отношения, развлечения, досуг, быт, неважно, вы хотите, чтобы он сдох быстрее, как и ваша жизнь, потому что вам нужно достичь вот этой конечной цели, чтобы оно закончилось. То есть вы же не идете в киношку, в киноцентр титры смотреть быстрее, чтобы он закончился, вы хотите насладиться процессом. Так почему все остальное в вашей жизни должно быстро закончиться, чтобы, блин, галочку поставили для цели? Если творец так хотел бы жить, жизнь бы не началась даже, потому что вы не успели бы родиться, он уже бы ставил галочки смерть, смерть. А если я часто чувствую злость и обиду, тогда не будет денег? Конечно. У меня телефон отключился. Так, ну, я как раз сказала тебе нужно отсюда уйти, прямой эфир я сохранила, пересмотришь, потому что здесь был ответ. Мы с тобой уже проговорили, и я уже тебе сказала ответ. Тебе не надо покупать свое счастье, тебе не надо покупать свою радость, тебе сначала нужно радоваться и быть счастливой, а потом как следствие придут деньги любыми источниками. то есть твои шаблоны то, что я хочу денег, чтобы купить радость и счастье, но ты, блин, счастье и радость пытаешься заменить деньгами, а счастье и радость это не деньги. Вот когда ты будешь чувствовать сейчас, здесь сейчас счастье и радость от перемен, от жизни, от процесса жизненного, от того, что ты делаешь, от своего творчества, творчество это постоянно что-то делать новое, тогда у тебя и будут деньги, естественно. Так. Что такое зависть? Зависть это естественный сигнал нашего тела, говорящий о том, что вы наблюдаете других людей, ваших Микки Маузов, проекцию самого себя вовне, то есть ваше отражение, то, что вы наблюдаете, то и материализуете. Мысли материальные, куда фокус внимания, там и энергия, то и материализуется. Вы наблюдаете своему отружению, исполняете желание, то есть вы не себя наблюдаете, а других людей. Зависть это сигнал, то, что переключите внимание извне на себя. Когда у вас внимание на себе, вы есть, не тот есть, кого вы наблюдаете, а вы есть. Когда вы есть, почтальон ваше желание исполнит у вас, то есть кто есть, тому и даётся желание. Когда вы наблюдаете других людей и смотрите, там, о, у соседки там новая машина опять, вы следите за соседкой, а не за своей жизнью. Естественно, ее желание исполняется. Вернее, это ваше желание, у нее исполняется. Вы испытываете зависть. Вот. Это просто такой сигнал, который вы интерпретируете как что-то плохое, но вы интерпретируете как себе сигнал. Это хороший сигнал о том, что вы себя не наблюдаете, срочно наблюдайте, потому что ваше желание уже на подходе у вас, но просто вас здесь сейчас нет. Вы не живете сейчас. Вот. Поэтому желание не у вас-то исполняется, а в вашем отражении в зеркале. Ваше желание, и оно может исполниться у вас. Круто. По сравнению с фильмом и титрами смотрим свою жизнь. Да, наслаждаться своей жизнью, а мы не наслаждаемся своей жизнью. Мы хотим быстрее хэппи-энд, но хэппи-энд не может быть хэппи. Энд всегда бэд. Всегда дит, или как там, диз. Как правильно? Смерть. Так что вот. Что, будем еще кого-нибудь последнего разбирать по картам? Я просто хочу, чтобы вы нормальные желания сформировали, а то вы с одним и тем же приходите. Как заменить счастье деньгами? Я хочу деньги, деньги, деньги. Деньги — это просто средство достижения. Понятное уму в голограмме нашего кино, которого даже не существует. Хары деньги хотеть, хары желания хотеть. Хотите чувствовать, и дайте себе эти чувства любыми способами. Эти чувства для вас доступны здесь, сейчас. Вы можете своим фокусом внимания почувствовать любые чувства. Но когда вы эти чувства проявляете, разрешаете им быть этим чувством, вне зависимости от денег, вне зависимости от каких-то людей, вне зависимости от человека, проявленные чувства материализуются уже в материю. Как ни крути, ваша машина будет тогда, когда вы чувство комфорта, скорости, кайфа, что вы там хотите от машины, дадите вне зависимости от машины себе. А когда эти чувства вы проживаете, даёте эти чувства, тогда уже как следствие появляется машина, а не наоборот. Типа вот сначала у меня появится машина, а потом я стану типа крутым. Нет, вы сначала должны чувствовать себя крутым, а потом будет машина. Как притянуть мужчину подходящего для меня? Все мужчины, которые в вашей жизни вас окружают, они самые подходящие, они ваше зеркало. Вот какой мужчина рядом с вами, такой вам и подходит, потому что вы через него себя познаёте. И если вам кажется, мужчина какой-то не такой, это значит, что вы сейчас такая вот не такая. То есть он ваше чёткое отражение. Вы не можете притянуть какого-то не такого. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...